Здравствуйте! Добрый день! Мы с вами все еще находимся в культпросветпространстве Катарсис и говорим об аргументации. В предыдущей лекции мы затронули вопрос аргументов Эдхоменем, и сейчас мы попытаемся более подробно о них поговорить. Поэтому мой вопрос к моему собеседнику состоит в следующем. Скажите, пожалуйста, что такое аргументы Эдхоменем и являются ли они ошибками, являются ли они примерами некорректной аргументации? Спасибо, это действительно очень интересная тема. Мне кажется, что аргументы Эдхоменем это в некотором смысле, ну, по крайней мере, в нашей традиции русскоязычной, да, немножко недооцененный способ аргументации, а у него очень интересные общегуманитарные, философские, мировоззренческие, если хотите, психологические аспекты. Я, если позволите, сделал бы так. Я вот сейчас не буду говорить, что это такое, а я, может быть, приведу два или три примера, а мы вместе с вами попробуем посмотреть, есть ли что-то в этих примерах общее. Вот вы скажете свою точку зрения, я выскажу свою точку зрения. Конечно, все эти примеры, понятно, будут относиться к ситуации аргумента к человеку. Вот один пример, он касается юридической практики, он из практики одного из известных юристов, по-моему, это был Конни, но я могу ошибаться. В России дореволюционной была такая практика, что членам коллеги адвокатов, выдающимся, известным на всю страну юристам, им поручали защищать неимущих людей. Была такая благородная практика. И вот как-то этому юристу достался случай, вроде бы очень тривиальный. Некий человек, страдающий очень заметным таким инвалидностью, уродством, которое бросалось в глаза, он жил в каком-то бараке, в каком-то домике, у него был сосед, умерзительная личность, который постоянно издевался над его физическим недостатком. Вот он издевался, издевался много лет, вот этот бедный несчастный коллега в один прекрасный день взял топор и зарубил его, и признался в своей вине. То есть, все, дело не стоит выеденного яйца. Казалось бы, что сделал этот адвокат? Он пришел на заседание судебное, встал, культурно поздоровался, уважаемые судьи, уважаемые присяжные заседатели, уважаемая публика и замолчал. Потом то же самое повторил еще раз. Уважаемые судьи, уважаемые заседатели, уважаемая публика и опять замолчал. Ну, чтобы не моделировать ситуацию буквально, я не буду вести себя как он, но сделал он это много раз, в течение нескольких минут. Ну, зал уже начал шуметь, уже пообещали, что сейчас вызовут судебного пристава, чтобы навести порядок. Он еще раз успокоил всех людей и произнес буквально следующее. Вот я вам сейчас ко всем обратился культурно, уважительно, сказал вам приятные слова, тем не менее, посмотрите, я их повторил всего, он посчитал там сколько, пять или десять раз, посмотрите, как вы на них прореагировали. А вот мой подзащитный, он в течение многих лет слушал оскорбления. Можем ли мы судить этого человека? Ну, естественно, этот человек был оправдан. Другая история, с которой знакомы все, я не знаток библейских текстов, но вот эту притчу про Иисуса все любят повторять и все ее знают, как привели книжники и фресии к Иисусу, женщину, увлеченную в прелюбодеянии. И, поскольку был такой обычай, побивать камнями подобных преступниц, то Иисусу предложили тоже принять участие в этом камнебросании, на что он сказал, что вот тот, кто без греха, пусть первым бросит в женщину камень. И, как сказано в Библии, книжники и фарисеи ушли, так сказать, посрамленные. Почему? Потому что каждый из них понял, что вот они в этой ситуации не являются абсолютно безгрешными. И третий пример, тоже всем известный, очень короткий, абсолютно никого отношения не имеющий к аргументации, но иллюстрирующий мою мысль. Вспомните замечательные стихи Пушкина. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремнешь, друг прелестный, там пора, красавица, проснись» и так далее. Пушкин дает очень простое, я бы сказал, в каком-то смысле даже, если это оправдано так по отношению к Пушкину говорить, примитивное описание типичного российского зимнего пейзажа. Тем не менее, это одно из известнейших стихотворений, которые дети изучают в школьной программе. Ну вот теперь, на ваш взгляд, как вы думаете, есть что-то общее вот в этих трех примерах? Что-то общее в этих трех примерах? По крайней мере, в первых двух. В первых двух очевидно. Вообще, первые два примера традиционно принято классифицировать как так называемый аргумент к публике. Это такой вид аргументации, в котором мы вместо обоснования истинности или ложности тезиса пытаемся указать на соответствие этого тезиса чувствам, желаниям, установкам, аудитории, к которой мы обращаемся. И традиционно же подобного рода аргументацию принято считать ошибочной. Однако, вот те примеры, которые вы привели, не так однозначно указывают на то, что мы не имеем права, да, что подобного рода аргументация всегда ошибочна во всех случаях. Вот, я полагаю, что примеры вы не зря привели, у вас есть какие-то соображения? Есть какие-то соображения. Каковы эти соображения? И как связан Пушкин с предыдущим? Да, вот мне кажется, что ключевым здесь является Пушкин. Почему? Потому что здесь можно задать себе такой вопрос. Почему же вот эти простые слова Пушкина, мороз и солнце? Ну и так далее. Почему они настолько оказываются действенными, что они вошли в классику литературы и для нас кажутся прекрасным описанием природы? Пушкин здесь не выдумывает каких-то особых, таких неожиданных эпитетов, каких-то необычных сравнений. Он пишет очень просто. Потому что то, о чем пишет Пушкин, соответствует нашему личному опыту. Здесь даже важно не то, что мы так вот своими словами описываем мороз и солнце, а что каждый из нас вспоминает вот это прекрасное морозное утро, когда ты выглядываешь в окошечко, там светит солнце, у тебя свободный день. Какие-то личные приятные воспоминания накладываются на это, и они окрашивают эмоционально и создают, возвращают нам, реактивируют, как сказали бы философы, то переживание, которое у нас было позитивное в нашей жизни, связанное вот с этой ситуацией. Вот примерно так же, на мой взгляд, обстоит дело и с аргументом к человеку или к публике. Здесь важно не просто давить на нервы публики или бить на жалость. Это вот есть прекрасный рассказ у Чехова, там по поводу, может быть, помните, тоже его очень любят приводить в теориях аргументации. Тот случай, когда там адвокат так перестарался, что уже убедил, не только все плакали, но даже подсудимый сказал, что все, я признаюсь в своих грехах, в своей вине, просто перестарался. Здесь важно апеллировать к некоторому жизненному опыту, который есть у нас у всех общий. И когда человек заново переживает в опыте некоторую ситуацию, пусть в снятом виде, но похожую на то, что переживает, ну, скажем, в первом примере подзащитный, да, когда люди сами почувствовали себя на секунду на месте того человека, который вот неадекватно реагирует на какие-то слова, а может быть, и адекватно реагирует на какие-то слова. То есть в каждой в своем опыте находит нечто похожее на то, что связано с обоснованным тезисом и обоснованным положением. Вот, на мой взгляд, вот именно такое проникновение в систему репрезентации, в систему чувствования окружающего мира, оно придает этому аргументу дополнительную убедительность. Когда апеллируют к моему жизненному опыту и заставляют меня пережить какое-то состояние, ну, Пушкин приятное состояние, адвокат неприятное состояние, оно может быть любым, то тогда для меня то, о чем говорится дальше, становится уже моим. Оно становится не чужим, оно встроено в мою концептуальную систему, оно воспринимается мной как нечто вот такое для меня вполне естественное, доступное, понятное и объяснимое. Я думаю, что я вольно или невольно здесь начинаю использовать уже терминологию, относящуюся к когнитивному подходу к аргументации, который мы с вами не упоминали, но он-то сейчас как раз силу набирает, да, и в мире, и в нашей стране. Действительно, когнитивный подход набирает силу, является очень мощным, очень интересным, заслуживает он, наверное, внимательного рассмотрения, и мы с Давидом, наверное, о нем поговорим еще подробнее. Но вот и сам аргумент к человеку, который я так позитивно сейчас представил, я чувствую, что вот, возможно, у Давида возникают какие-то сомнения и уточнения, которыми он хотел бы с нами поделиться. Не всегда, наверное, не во всех ситуациях все-таки этот аргумент является приемлемым. Да, сомнений в оправданности подобного рода аргументации, примера, которые вы привели, конечно, мало, да, и у меня их, в общем-то, нет. Ну, есть, но небольшие. С другой стороны, есть случаи, которые можно классифицировать как явные ошибки и явно некорректные аргументы. Вот примерами такого рода аргументов могут служить так называемые аргументы к силе или палочные аргументы, то есть, такого рода аргументы, когда мы вместо того, чтобы обосновать тезис, вместо того, чтобы действительно рационально убедить человека признать истинность того или иного суждения или выполнить какое-то действие, мы угрожаем ему насилием, физическим или не обязательно физическим, да, в том случае, если он не выполнит, например, желаемого действия. Очевидно, да, что подобного рода аргументацию нельзя никоим образом оправдать. Ну, может быть, есть случаи, конечно, при которых можно, но в общем случае, конечно же, подобного рода аргументация всегда будет считаться ошибочной. Есть и другие примеры, да, подобного рода аргументов ошибочных. Например, аргумент к личности. Когда мы пытаемся указать на ложность того или иного положения, посредством, опять же, указания на личность, на какие-то личные недостатки человека, высказавшего это положение. Это, наверное, один из самых популярных и известных нам с детства примеров ошибки аргументации, да, когда мы пытаемся указать на то, что там наш собеседник, наш противник, ну, кто ты такой, сам дурак. Вот подобного рода аргументы. Естественно, они тоже будут ошибочными. Нечто подобное, но не столь очевидное, и вы уже в одной из предыдущих лекций говорили о подобного рода аргументе, это аргумент к авторитету. Вот, с одной стороны, он считается также ошибкой в аргументации, да. Вместо того, чтобы обосновать тезис, мы говорим, что этот тезис принимается неким авторитетным человеком, да. Также, кстати, этот аргумент иногда называют аргументом к экспертному мнению. Вот, можно ли сказать, что всегда аргумент к авторитету, да, который является, например, экспертом в той или иной области, всегда ли этот аргумент является ошибочным? Знаете, я думаю, что и когда вы говорили только что об аргументах к личности, и аргумент к авторитету, и то, что я говорил про вот этот вот аргумент, основанный на встраивании в концептуальную систему, в систему переживаний, во внутренний опыт человека, они все могут быть в каких-то случаях вполне допустимыми, в каких-то случаях недопустимыми. Это зависит и от ситуации использования, конечно, в первую очередь, и во вторую очередь от того, от каких-то дополнительных характеристик этих аргументов. Я думаю, что один из лежащих на поверхности выводов, в которых несколько грустно признаваться, поскольку мы с вами в данном случае выступаем как какие-то никакие, но все-таки типа эксперты, да, в области теории аргументации, что, видимо, мы и наши предшественники вместе с нами несколько поспешно концептуализируют ошибки в аргументации. Ведь откуда все это растет? Это все растет из так называемого логического подхода. Вот есть образец логики. А что такое аргументация? А это логика без формул. Вот я просто буду делать все то же самое, что делают логики, но я не буду утруждать свои мозги тем, чтобы строить там таблицы истинности, натуральный вывод, а я все попробую сделать на пальцах. Вот эта парадигма в аргументации была и в нашей стране, и за рубежом, и она сохраняется, и мы постоянно пожинаем плоды этой парадигмы. Конечно, это удобно, конечно, это просто, но, как мы с вами уже говорили, не один раз, к сожалению, это не очень работает. Вот здесь ровно та же ситуация. Вот я тоже еще один пример приведу, иллюстрирующий то же самое. Это так называемый аргумент к пользе, например. Вот когда мы говорим о том, что нечто, или аргумент доводы карманного свойства, вот нечто является верным, потому что вследствие этого, скажем, увеличится ваш доход, уважаемые граждане нашей страны. Вот является этот аргумент плохим и недопустимым или нет? Если он касается чего-то там, ну, например, не знаю, образования, науки, армии, наверное, он не очень корректен, потому что это никак не связано напрямую, по крайней мере, с нашими с вами доходами. Но если этот аргумент касается нового закона, регулирующего, там, скажем, правила торговли, ввоз или вывоз продуктов, то тогда такой аргумент перестает быть некорректным, он касается сути происходящего, потому что именно ровно об этом и будет закон, ровно на это закон и должен быть направлен на рост благосостояния страны и рост благосостояния граждан. Вот я думаю, здесь точно такая же ситуация. Нам нужно при оценке корректности или некорректности одних и тех же каких-то рациональных действий. Нам нужно вводить, наверное, какие-то дополнительные параметры, которые позволили бы, условно говоря, релевантность, что-то типа уместности, которые позволили бы считать, в каких ситуациях этот аргумент является уместным, а в каких нет. Как вы считаете? Здесь сложно не согласиться, тем более, что мы уже поговорили с вами о Тулмине и сказали, что сложно подходить так же, как делают логики, сложно подходить к оценке естественной аргументации какими-то универсальными критериями. В этом смысле, конечно же, работа исследователя аргументации гораздо сложнее, чем работа логика, поскольку ему необходимо учитывать много факторов, которые не относятся непосредственно к тому фрагменту текста, который он пытается оценить. Нужно контекст учитывать, нужно учитывать ту предметную область, которая относится, нужно учитывать тех людей, автора, например, этого текста, ту аудиторию, к которой обращается автор этого текста и так далее. В этом смысле, конечно, с аргументами от хоменем, с любыми аргументами от хоменем, все обстоит не так просто, и мы действительно не можем их однозначно интерпретировать как ошибки, как некорректные аргументы. С другой стороны, конечно же, если они применяются сознательно для того, чтобы ввести в заблуждение слушателей, не для того, чтобы выбрать лучшие из решений или достичь истины, а для того, чтобы исключительно одержать победу, то в этом случае, конечно же, мы склонны рассматривать их как уловки, а уловки, негативные коннотации этого слова, говорят сами о себе. Естественно, естественно. Ну, я думаю, на этом тогда мы можем закончить разговор об аргументах от хоменем. Да, я думаю, что мы сказали все, что мы могли на эту тему сказать. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok